Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Тема сегодняшнего занятия «Чудо хождения Господа Иисуса Христа по водам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 27 стих». Это событие описано во всех четырех Евангелиях, но с разной степенью детализации. Евангелист Иоанн, который пишет намного позже первых трех Евангелистов, опускает целый ряд элементов этого события, потому что для него как переправка учеников из Вевсаиды в Капернаум, так и хождение Господа Иисуса Христа по водам, этот рассказ является связующим звеном между событием насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и беседой Господа Иисуса Христа о нем как о хлебе, сходящем с небес. Поэтому повествование и более краткое, лаконичное и лишено некоторых интересных деталей, которые присутствуют у евангелистов-синоптиков. 15 стих «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Этим стихом заканчивается история насыщения пяти тысяч человек. «Господь Иисус Христос уходит, уединяется на гору, а как нам известно из повествования других евангелистов, предлагает своим ученикам отплыть в сторону Капернаума». 16 стих «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю». 17 стих «И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум, становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Для нас с вами известно, что событие происходит в окрестностях Вевсаиды, потому что там было насыщение пяти тысяч человек питью хлебами. Именно оттуда отправляются ученики и направляются в Капернаум. Другие евангелисты указывают более общий регион, они говорят о стране или окрестностях генесаретских. Это, собственно, равнина, которая находилась на берегу Галилейского озера, на его западе. На юге этой равнины находилась Тиверия, столичный город округа, ну а, соответственно, на севере Капернаум. И также на этой территории располагался город Генесарет, который и дал название этой области. А вот евангелист Иоанн указывает точно, какой из городов Генесаретской области был пунктом назначения, а именно Капернаум. По прямой от Вевсаиды до Капернаума примерно пять с половиной километров. Но понятно, что ученики несколько отплыли вглубь озера, и, соответственно, расстояние было не меньше, чем шесть с половиной километров. Видимо, только отплыв, они еще смотрели и ждали, надеясь увидеть Господа Иисуса Христа, не придет ли он, но он не пришел, и поэтому они поплыли дальше. Восемнадцатый стих Дул сильный ветер, и море волновалось. На Галилейском озере поднялась буря, и начались волнения волн. Девятнадцатый стих Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Одна стадия Это примерно сто восемьдесят пять метров. Поэтому расстояние, которое указывает Иоанн Богослов, которое прошла лодка, которое ученики, как рыбаки, могли оценить от двадцати пяти до тридцати стадий, это расстояние от четырех с половиной до пяти с половиной километров. Но по дуге от Вевсаиды до Кипернаума примерно шесть с половиной километров. Получается, что лодка была примерно в километре от берега, когда ученики увидели Господа Иисуса Христа, идущего по морю. Увидели и испугались, потому что, может быть, это призрак. Двадцатый стих Но он сказал им, это я, не бойтесь. Господь говорит, они узнают его голос, они видят, что это он сам. И поэтому, как мы с вами знаем из синоптических Евангелий, дальше происходят тоже интересные события, связанные с тем, что святой апостол Петр желает, если ты есть наш учитель Иисус, то повери мне пойти по водам, желает пойти по водам, идет, начинает сомневаться, начинает тонуть, Господь его поддерживает и вводит в лодку и входит вместе с ним. Все это апостол, евангелист Иоанн Богослов опускает. Двадцать первый стих Толкователи указывают, что имеет смысл рассматривать две части этого стиха по отдельности. То есть, увидев Иисуса, ученики пожелали принять его в лодку, затем приняли, и вскоре лодка пристала к берегу. В этом вскоре некоторые толкователи также усматривают чудо, потому что лодка была на большом расстоянии от берега. Как мы с вами знаем, Господь Иисус Христос и бурю усмирил, и позволил лодке быстро преодолеть то расстояние, на которое в обычном случае понадобилось бы больше времени. Двадцать второй стих На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, но мы должны с вами помнить, что в греческом тексте несколько иное выражение. На следующий день толпа, стоящая за морем, а речь идет о той толпе, которая находилась в окрестностях Вевсаиды, в том месте, где происходило насыщение пяти тысяч человек. Вот эта толпа, стоящая за морем, а Вевсаиды была на севере, в то время как Капернаум на северо-западе Галилейского озера, на другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики. Собравшаяся толпа быстро получила сведения о том, что отплыла только одна лодка, и в этой лодке были ученики, а тот, кто их накормил, кого они хотели сделать царем, уединился на гору. Поэтому толпа и разошлась, все отдыхали и спали спокойно, зная, что больше лодки нет, что тот, кто им нужен, кого они ищут, он будет рядом, потому что он не может уплыть вместе с учениками. Однако они его не обнаруживают, 23 стих. Между тем, пришли из Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. Пока толпа пытается понять, где же учитель по имени Иисус, в это время из Тевериады в лодках приплывают люди для того, чтобы в районе Вевсаиды найти учителя, накормившего народ хлебами. Но и эти тоже из Тевериады Иисуса там не находят. Окончание 23 стиха в синодальном переводе передано не очень точно. Где ели хлеб по благословению Господним. Лучше бы перевести так. Где они съели хлеб поблагодарившего Господа. Указание на то, что трапеза началась с благодарения Бога. И вот это существенный момент. Они обратили на него внимание и даже стали называть хлеб, чудесно умножившийся, как хлеб того, кто в начале Господа поблагодарил. Замечательное выражение. Получается, что народ оценил не только чудо Господа Иисуса Христа, но народ и понял, что это чудо началось с благодарения в адрес Отца Небесного. 24 стих. Итак, когда народ увидел, ну а конечно в греческом тексте не народ, а толпа, когда увидела толпа, что тут нет Иисуса, не учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Почему плывут в Капернаум? Потому что находятся в Евсаиде, из Тивериады, из Тиверии уже приплыли люди, там Иисуса нет. И город, куда имеет смысл направиться, который находится между Весаидой и Тиверией, это город Капернаум, туда они и направляются. В этой истории очень важно, что все плывут на лодках, потому что это сейчас у нас с вами хайвеи, шоссе, хорошо асфальтированные дороги, автомобили, и для нас бывает проще и быстрее доехать на транспорте. Но в древности было не так. По берегу Галилейского озера идти было намного дольше, чем переправиться на лодке из одного поселения прибрежного к другому поселению. Поэтому-то ученики так и удивились, что увидели Господа, идущего по волнам, что плыть намного быстрее, чем идти, а он еще шел по волнам бушующего озера. И вот сейчас, когда ищут его, плывут на лодках в то селение, куда, судя по всему, направились и ученики, и он сам, в Капернаум. 25 стих. И найдя его, на той стороне, не очень точный перевод, потому что та сторона была бы, если бы плыли, например, с востока на запад. Но, как мы уже сказали, плывут с севера на северо-запад. И в оригинальном тексте у евангелиста более точное выражение. Нашли его за морем, то есть, вот за определенным пространством озера. И сказали ему, Рави, когда ты сюда пришел? Это закономерный вопрос. Иисус, мы следили за твоими учениками, мы увидели, как ты один ушел на гору, мы разошлись, зная, что невозможно идти, а лодок нет, и вдруг ты каким-то образом дошел до Капернаума. Что же отвечает им Иисус? Желает ли он их впечатлить? Желает ли подчеркнуть, что произошло нечто сверхъестественное? 26 стих. Иисус сказал им и в ответ, Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня, не потому что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. В греческом тексте более важный и интересный термин знаменье. Буквально в переводе с греческого ответил им Иисус и сказал, Истинно, истинно говорю вам, ищите меня не потому что вы увидели знаменья, знаки, но потому что вы ели хлеба и насытились. Как же не увидели знаки? Ведь если бы они не увидели знак, они бы его не искали. Не совсем так. Получается, что они чудо, сверхъестественное действие его, увидели и поняли, но не увидели тот вектор, то направление, на которое это чудо указывает. Потому что в 27 стихе Господь говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Стараются они именно о тленной пище, или можно перевести гибнущей пище, то есть той пище, которая исчезает. Они один раз насытились, хотят насытиться и еще раз, а затем и еще, и еще. Чудо для них оказалось не знаком, указывающим на духовную жизнь, на то, что необходимо еще заботиться о насыщении души. Чудо оказалось ложным для них знаком, который показывал исключительно на их чрево. Вы наелись, хотите наесться и еще, и настолько желание материальных, чувственных благ велико, что вы готовы даже искать меня и следовать из одного города в другой город на лодках. Но не об этом вы должны заботиться. Вы должны искать иной пищи, потому что то, что вы видели, чудо, действительно было знаком, а вот этот знак-то вы и не распознали, его вы не увидели, вы должны заботиться о пище. А вот дальше интересное выражение в греческом тексте. Мэнусан, остающийся или пребывающий от глагола мэно, который может означать и стоять, и находиться, и пребывать. То есть вы должны заботиться не о той пище, которая истлевает, неважно, истлевает ли она сама по себе, или истлевает в вас, в ваших чревах, но должны заботиться о той пище, которая пребывает вместе с вами в вечную жизнь, то есть заботиться о пище духовной, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И вот этими словами Христос на вопрос тех, которые спрашивают, как ты здесь оказался, именно этими словами Он подводит их к очень важной беседе о себе, как о хлебе, сошедшем с небес. Но готовит их предварительно тем, что Он даст им такую нетленную пищу, потому что Его отметил печатью Бог Отец. Да, Он особый, Он тот, кто несет печать, а для евреев, конечно, это тот, кто имеет на себе помазание. Он Мессия, Машех, Он тот, кто их накормит, но не ожидаемой ими плотской гибнущей пищи, а именно пищи духовной, пребывающей в жизнь вечную. И вот это станет содержанием беседы Господа Иисуса Христа о себе, как о небесном хлебе. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok